Озноб, насморк, першение в горле. Мы говорим, что простудились. Как правило, так начинается заболевание респираторными вирусными инфекциями. А если это грипп, то это ещё, конечно, высокая температура. Болеть всегда неприятно, но опасность вирусных инфекций и гриппа заключается в осложнениях. Какими они могут быть? Как от них защититься? Сегодня мы узнаем взгляд лор-врача на проблему. В студии у нас Виктория Кокорина, лор-врач, доктор медицинских наук, профессор Института повышения квалификации специалистов здравоохранения. Виктория, добрый день. Добрый день. Мне кажется, что вообще вирусные инфекции – это, наверное, тема лор-врача или нет? Я скажу, что да. Есть такая хорошая поговорка. Вы можете дружить с великолепным лор-врачом, педиатром, терапевтом, но вы всё равно столкнётесь с вирусной инфекцией, с кашлем, с вытелением из носа и с больным горлом. Это самый частый симптом. Мы сегодня будем говорить об осложнениях. Всегда ли они бывают? Что значит осложнение вирусной инфекции, осложнение гриппа? То есть вирусная инфекция стартует с заложенности носа, боли в горле и с кашля – самые большие симптомы. Но это ещё вирусная инфекция. И вот именно клиническая картина зависит от того, как вы её встретили, закаривались или нет, влажно ли у вас в квартире, пили ли вы витамин D. Очень важно, потому что на Дальнем Востоке у нас вообще большой дефицит. Уровень витамин D, большой совет нашим зрителям, проверьте, если надо, принимайте, и вы вирусными инфекциями болеть будете меньше. Поэтому, с одной стороны, состояние вашего организма. С другой – это тот вирус, которым вы встретились. Что вы увидели? Что это был грипп, да, с высокой интоксикацией. Может быть, это энтеровирус, когда у вас может быть и сыпь, и боль в горле. А может быть, инфекций так много. Самое главное, что здесь не допустить осложнений. Поэтому, с точки зрения, запомним, что никогда вирусные инфекции не лечим антибиотиками. Возможно, они вам и пригодятся, если вы допустите осложнение. Вирусные инфекции не лечим. Второе – пьём много воды. Контролируем интоксикацию. Чем больше у вас температура, высокая, 39-38, тем больше у вас отёк. Отёк горла, отёк миндалин, отёк слизистой полости носа. Тем больше риск развития осложнений. Поэтому здесь обильный питьевой режим. Если у вас маленький ребёнок, пожалуйста, прикладывайте вот эти холодные тряпочки. Да, пожалуйста, есть препараты, которые комбинированы. Это основные препараты – бупрофен, парацетамол, которые позволяют контролировать температуру. Закапывайте сосудосуживающие капельки в нос. Почему они важны? Потому что они позволяют снять отёк носа и открыть соустья. Когда вы болеете вирусной инфекцией, слизистая носа отекает, выходное отверстие из пазух закрывается, и в пазухах скапливается отделяемое. То, что мы привыкли называть геморитом. На определённом этапе у лор-врачей даже появился такой термин – поствирусный риносинусит. Там ещё ничего не надо делать с антибиотиками. Там надо снять отёк, сосудосуживающие, но, опять же, детишками очень аккуратно передозировать. Очень вредно. И здесь через какое-то время провести ирригацию, ирригационные, ну, различные спреи с физиологическим раствором, которые есть. Физораствор вы можете для промывания приготовить и дома. Пол-литра кипячёной воды, чайная ложка соли с горкой, да, физиологический раствор. Ну, пожалуйста, просто бережное промывание, если вы это делаете. То есть вы сначала сняли отёк, потом промыли. Голова ниже, ни направо, ни налево. Строго ниже. И тогда вы избежите осложнений. Потому что некоторые наши пациенты при промывании различными баллонами, сифонами умудряются промывать так, чтобы получить осложнение со стороны среднего уха. То есть в данном случае одни из самых грозных осложнений – это осложнение бактериальное со стороны полости носа и формирования, так называемого, как лор-врачи его называют сейчас, ариносинусит. А обыватели его часто называют под именем гайморит. И оно очень как-то страшно звучит. Да, очень страшно звучит. Это огромное количество таких пациентов. Самое главное, чтобы наши пациенты тоже поняли, что гаймориты, риносинуситы, бывают пуствирусные и не всегда требуют антибиотика. Зачастую очень редко требуют антибиотика. Всё это посчитано статистикой. Только 2% требуют применения антибиотиков по лечению риносинусита. Здесь всё до элементарности просто. Что надо сделать, чтобы вылечить риносинусит? Отёк носа меньше, соустия шире благодаря каплям, сопли более жидкие, они вышли из носа, вы выздоровели. Избегайте различных тепловых процедур, которые мы так любим. Погреть нос. Погреть, потому что когда у вас болит, почему болит? Отёк закрыто соустия, вакуум, здесь пониженное давление. Да, кажется, что даже и глаза становятся какими-то очень узкими, и что плохо видно, и плохо слышно. Ваши глаза со всех сторон окружены пазухами. Ну, конечно, конечно. Глобная, решётчатая, верхнечелюстная. Просто они не прошли. То есть этот отёк, он проявляется именно таким образом, да? Вот здесь есть такое очень уникальное место. Сюда открываются все пазухи практически. И когда здесь закрыто, отёк закрыт, вы испытываете отрицательное давление. Вам везде начинает давить. Но там нет ещё отделяемой. Это вакуумный процесс. Что очень хочется сказать, не злоупотребляйтесь снимками. Потому что, в общем-то, вот как-то традиционно медицина в Российской Федерации, вот ещё мы от СССР это взяли, это постоянные снимки. Любой сопливый пациент, если сделает снимок на рентгенографии, будут изменения. У 99%. Поэтому для постановки диагноза реносинусит либо гайморит, то есть когда его заподозрить. Если у вас заложен нос, и вам стало хуже после пятого дня ОРВИ, вот вы сопливите первые пять дней, это вирусное. У вас резко вторая волна, вам стало хуже. Либо вы болеете уже 10 дней, у вас нет никакого улучшения. Лучше не становится, да. И всё это сопровождается основными симптомами. Заложенность носа и выделение из носа. Плюс для самых наших маленьких зрителей, родители должны помнить, симптомом синусита, гайморита у детей может быть кашель. Вот я про кашель прям хотела отдельно спросить, но похоже, что это здесь всё связано. Да. Кашель же тоже может быть разный, и именно кашель как продолжение, да, или как осложнение вирусной инфекции. Вот здесь, да? Да, потому что если ваш ребёнок кашляет, у меня вчера был на приёме такой пациент в коридоре, кашляет, кашляет нацадно, постоянно, болеет второй день, это вирусный кашель, это вирусный трахеид. Когда мы говорим об осложнении вирусной инфекции, вот отделяемое стекает, пока ребёнок бегает, он глотает. Где-то мама его сморкает. Когда он ложится спать, это отделяемое скапливается, и вот под утро, часа в четыре, либо после пробуждения, после горизонтального положения, ребёнок начинает резко кашлять. Если вам воспитатель в детском саду начал жаловаться, что ваш ребёнок кашляет после дневного сна, посмотрите, нет ли там риносинусита, либо аденоидита. То есть отделяемое стекает, и по задней стенке у ребёнка. Есть такой термин пост-назел-дрип, то есть стекание, вот синдром назального затёка. То есть получается, что вот кашель, это не всегда проблема с лёгкими, или проблема с бронхами. Это насморк. Да, это насморк. То есть что получается? Недаром мы вот такие лор-врачи, у нас так всё взаимосвязано. Которые лечат кашель. Да, потому что, в общем-то, осложнения вирусной инфекции начинаются с полости носа, начинаются с пазух. А те пазухи, как нерадивые соседи, которые не контролируют свои трубы, начинают спускать вот это отделяемое по задней стенке глотки. Оно течёт, попадая в уши, вызывая вторичные атиты. Оно течёт на аденоидную ткань, вызывая аденоидиту у детишек. А стекая сзади, по задней стенке, вы чувствуете это постоянно стекание, или желание схаркнуть, проглотить. Оно может попадать в ваши трахеи бронхи и вызывать вторичные, уже бактериальные ларинготрахеиты. Вот так это всё устроено. Ну, получается, что? Ну, такие вот советы, как лечиться и как неверно лечиться, мы уже дали нашим зрителям. То есть, получается, вот наблюдать и быть в контакте со своим терапевтом и с лор-врачом? Ну, давайте вот прежде всего. Если вы заболеваете, это вирусная инфекция и не торопитесь с антибиотиками. Если всё-таки вам назначили антибиотики, почему-то, к сожалению, бывает в практике, почему каждый раз просите... Мне кажется, что сейчас врачи с осторожностью назначают антибиотики. Или, по крайней мере, сейчас великолепно можно сделать общий анализ крови, который поможет вашему доктору решить, что у вас ещё продолжающаяся вирусная инфекция либо бактериальное осложнение. То есть клиническая практика однозначно первые пять дней, скорее всего, урвы. Если есть сомнения, сделайте общий анализ крови, вы очень поможете своему доктору. Но он вам это должен порекомендовать. Дальше. Если у вас двухволновый характер, то есть вот вам стало получше, а потом резко, это уже бактериальное осложнение. Ваш организм не справился. У вас всегда живут бактерии. Двухволновый характер либо затянувшееся течение после 10 дней. Это уже говорит о присоединении бактериальной инфекции. И здесь надо искать проблемы. И зачастую урвы, они на поверхности. Выделение из носа, заложенность и для детей кашель – это синусит. Заложенность ушей или боль – атид. Кашель ночной со стеканием – это ларинготрохеид. Если в горле действительно вторично, очень часто вирусная инфекция, реактивация различных вирусов, бактерий, даже вот танзелит, мы говорим фаринготанзелит, потому что именно воспаление глотки. Поэтому двухволновый характер, длительность заболевания. Ну, так, в общем-то, понятен маршрут вирусной инфекции, каким он может быть, на какой стадии он может прерваться, и слава богу. Ну, а если пошел дальше, то тогда уже разбираться и получается лечить уже те осложнения, которые появились. Виктория, большое спасибо. В студии у нас была Виктория Кокорина, лор-врач, доктор медицинских ног, профессор Института повышения квалификации специалистов здравоохранения. Мы говорили об осложнениях вирусных инфекций.